Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и жутком послании в реверсе в клипе Филиппа Киркорова 1999 года на песню «Мыш». Клип самопровозглашенного короля российской эстрады Филиппа Киркорова на песню «Мыш» вышел еще в 1999 году, когда артист был на пике своей популярности. В те времена ролик резко выделялся из всех творений отечественного шоу-бизнеса. Он больше напоминал американский фильм ужасов с жуткими персонажами и зловещими образами. По факту, именно этот клип в итоге привел Киркорова к пляскам на поваленном кресте. В видео на песне «Мыш» присутствует всевозможная символика иллюминатов, а также отсылки к теории о нереальности нашего мира. Кроме того, ролик содержит намек на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. Режиссером клипа Киркорова на песне «Мыш» является Олег Усев. Музыку и слова написал Дмитрий Чижов. По словам Киркорова, клип на песне «Мыш» снимался специально для телеканала МТВ, который тогда только начал свое существование. В интервью для Ксении Собчак в 2019 году Бедросович говорил, что его задачей было создать максимально современный и прогрессивный ролик. Сидел в этих дредах, в этих волосах, ко мне ползали жуки, тараканы в стиле вот этого всего корна и всего этого ужаса. Своими жестами Киркоров дает понять, что клип на песне «Мыш» напрямую связан с поклонением дьяволу, а под прогрессом, вероятно, понималось приобщение зрителей к сатанизму. На первых секундах клипа Киркоров показывается лежащим на кровати. Одет он в красно-черных тонах, что соответствует любимым цветам представителей известного культа. Глаза артиста закрыты, а значит, все остальное действие происходит в его сне. Камера делает акцент на раковине со сломанным краном, внутри которой ползают огромные жуки. Они могут символизировать Вильзевула, главу демонов подземного мира. На следующих кадрах мы видим девушку, идущую по коридорам отеля. Ее сопровождает мужчина с чемоданами в руках. Позже станет понятно, что данное место символизирует преисподнюю, а значит, девушка только что попала в ад. Клип Киркорова на песню «Мышь» уже далеко не первое творение, в котором ад представлен именно в виде отеля. В каждом его номере предусмотрены особые наказания для попавших туда грешников. Далее крупным планом показывают спящего Киркорова. На руке у него набит иероглиф, в переводе означающий «мышь». Собственно, он соответствует названию песни. Следом мы видим подвешенную к потолку змею. Змея символизирует самого дьявола-искусителя. Тут же в кадре появляются крысы. Эти животные представляют собой мрачный символ зла и разрушения, воплощения дьявольской хитрости, живучести и неимоверной плодовитости. Девушка, только что заехавшая в отель, подходит к комнате под номером 13, соответствующей любимому числу иллюминатов. В этот же момент спящий Киркоров открывает глаз, тогда как второй оказывается прикрытым рукой. Таким образом подчеркивается символизм всевидящего ока. Глаз Филиппа неестественного цвета. Это дает понять, что человеком он не является. На следующих кадрах появляется наглядное подтверждение того, что отель является олицетворением ада. В его коридоре вспыхивает пламя, от которого в стороны разлетаются огненные энергетические шары. Далее в клипе показывается новая постоялеца отеля. Она одиноко сидит на стуле посреди пустой комнаты. В углу комнаты над раковиной можно заметить зеркало, которое горит красным цветом. Точно такое же зеркало висело и в комнате у Киркорова, правда цвет его был синий. Зеркала дают отсылку к цветам таблеток из фильма «Матрица», вышедшему в тот же год, что и клип Киркорова. Синяя таблетка позволяла остаться в искусственно созданной иллюзии «Матрицы», тогда как красная давала возможность увидеть реальный мир. Девушку показывают крупным планом. На голове у нее надета сетка в виде шестиугольников. Шестиугольник дает отсылку к культу Сатурна, связанного с поклонением дьяволу, так как в районе северного полюса этой планеты расположен правильный шестиугольник. Кроме того, сетки шестиугольников соответствуют структуре графена, вещества, с помощью которого, по некоторым данным, представители мировых элит планируют изменить ДНК человека и поместить людей в метавселенную. Тот факт, что сетка из шестиугольников надета на голове девушки, символично показывает захват человеческого сознания. На руке девушки можно увидеть татуировку в виде летучей мыши. Издавна эти животные ассоциировались с оборотнями вампирами. Они олицетворяют тьму, зло, дьявола и сексуальную похоть. Глаза девушки также неестественного демонического цвета. На следующих кадрах крупным планом показывается ящерица. Как и змея, она относится к рептилиям и символизирует дьявольских сущностей, захвативших власть над людьми. Далее в центре коридора отеля в темном одеянии появляется Киркоров. Он обмотан паутиной, прочно сковывающей его тело. Огненные шары, сделав несколько оборотов вокруг певца, влетают внутрь него. Таким образом он подпитывается темной энергией. Далее в кадре крупным планом показывается половина лица Филиппа. Акцент делается на одном его глазе, бегающем в разные стороны. Тем самым подчеркивается символизм всевидящего ока. Тут же мы видим старый телевизор, на котором транслируется изображение Киркорова. Эти кадры могут намекать на то, что пока душа артиста томится в аду, телом его владеет некая сущность. Именно она наслаждается его популярностью и славой. Далее в клипе прибывшая в отель девушка начинает получать свои наказания за грехи. Сначала на ее голове горят волосы, затем смотритель заносит к ней в комнату полыхающий поднос. Киркоров в это время показывается с тростью в руках, что дает отсылку к Воланду из мастера и Маргариты, олицетворяющего самого дьявола. Также в клипе продолжают мелькать изображения рептилий, тараканов и крыс. Когда волосы на голове у девушки перестают гореть, она показывается сидящей на краю кровати. На ее спинке можно увидеть главный символ иллюминатов – пирамиду со всевидящим оком. Над кроватью зависла огромная черная туча, символизирующая одиночество и безысходность. Судя по всему, девушка очень страдает от этого. Далее главная героиня показывается спящей в своей кровати. Ее глаза под веками активно двигаются, что указывает на фазу быстрого сна. Именно в этой фазе человек видит сны. Исходя из этого, можно предположить, что девушка, как и Киркоров, находится во сне, и именно там происходит все показанное в клипе. В свою очередь, этот факт дает отсылку к одной из теорий об устройстве нашего мира, согласно которой наша жизнь является неким подобием сна и существует лишь внутри нашего сознания. На следующих секундах клипа девушка резко открывает глаз, который оказывается ярко-красного цвета. В итоге демонстрируется символ всевидящего ока и параллельно с этим дается отсылка к вампирам. Далее в клипе вновь показывается старый телевизор. На этот раз на его экране мы видим женщину в латексном черном костюме кошки. Черная кошка является символом магии и тьмы. В ее облике часто представляют нечистую силу, а иногда и самого сатану. Сначала изображение на экране черно-белое. Затем девушка разбивает экран, после чего картинка становится цветной. Это может символично показывать попытку вырваться в реальный мир из иллюзии. На следующих секундах клипа крупным планом показывается Киркоров. Он сидит на кровати и опускает руку в чемодан с кишащими красными змеями. На этих кадрах можно заметить накрашенные ногти певца, которые с недавнего времени вошли в моду и стали для мужчин нормой. Также на пальцах у артиста надеты огромные масонские перстни. Следом самопровозглашенный король показывается с прикрытым волосами глазом. Далее в кадре вновь появляется прибывшая в отель девушка. За ее спиной возникают крылья летучей мыши, что в очередной раз подчеркивает ее демоническую природу. Чуть позже она показывается парящей над кроватью в углу комнаты. Смотритель отеля закатывает в номер тележку с едой. Когда он поднимает крышку, на блюде оказывается живая жаба. Она является символом алчности и самого дьявола. Сразу после этого Киркоров демонстрирует жест молчания. На следующих секундах клипа все жуткие образы повторяются, хаотично чередуясь друг с другом. Заканчивается ролик тем, что Киркоров в своей постели открывает глаза. Его сон заканчивается, а вместе с ним растворяются и все дьявольские образы. Это в очередной раз дает отсылку к теории о том, что жизнь является сном, и именно дьявол погрузил человечество в эту иллюзию. Помимо всего перечисленного, в клипе присутствовал момент с обратной перемоткой пленки. Это является указанием на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании песни Киркорова «Мышь» в обратную сторону нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов, а звук немного замедлен. «Мас...» 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 « В реверсе можно услышать об ожидании некоего праздника. Возможно, что под ним понимался один из этапов посвящения в тайное общество. Текст песни «Мышь» символичен и в прямом прочтении. Несколько раз, словно мантру, Киркоров повторяет фразу «всем спать». Таким образом, людям отдается команда погрузить в морок свое сознание и полностью отключить осознанность. Символичны и строчки припева «Я твоя мышка» и «Я тебя съем». «Счастье – лишь передышка, яркая вспышка, в море проблем». Эти слова являются прямым намеком на то, что темные сущности питаются человеческой энергией страданий, намеренно подкидывая в их жизнь проблемы и неприятности. Таким образом, клип Филиппа Киркорова на песню «Мышь», который вышел еще в далеком 1999 году, содержит в себе практически все известные символы иллюминатов. Это одна из тех работ, через которую началось активное приобщение людей к сатанизму. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!